Футбол объединяет. В этом уверены запорожские фанаты, которые пришли на каскад фонтанов «Радуга», где для любителей футбола обустроили интерактивную фан-зону и установили один из самых больших экранов в Украине. Там целый месяц будут транслировать матчи Евро-2016. Торжественная церемония открытия собрала около двух тысяч запорожцев. На мероприятия прибыли и представители городской власти. Как все прошло, далее в сюжете. Главное событие – лето. Так запорожские болельщики называют чемпионат Европы по футболу. В этом году он проходит во Франции. Говорят, такому спортивному мероприятию стоит уделить внимание, особенно когда одна из команд-участниц сборная Украины. Запорожцы и гости города признаются – фан-зоной довольны. Уверены в этом месте фанаты найдут себе друзей, единомышленников и смогут хорошо провести время. Я очень довольный. Надеюсь, будет очень круто. И атмосфера, и дружеская. Все друг друга будут поддерживать. И найдут своих здесь друзей, единомышленников, любителей футбола. Здесь все находятся сегодня. В Запорожье я здесь в гостях. И вот то, что я здесь вижу, это вообще-то не то, что воодушевляет, но мне это нравится. Это то, что я видел, когда был в гостях у своего сына в Оландии. Перед торжественной церемонией открытия жители города смогли поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, посмотреть концерт, а также выступления юных футболистов школы «Металлург». Старт работе самого футбольного места в Запорожье дал городской голова Владимир Буряк, запустив так называемого неугомонного болельщика, надувного казака-фаната, символа фан-зоны нынешнего года. Футбол, он объединяет людей. Это командная игра. И вот сегодня вот этот футбол объединил вот на этой фан-зоне всех людей. Политиков, бизнесменов, рабочих, ученых, школьников, студентов. И показывает то, что мы едины в нашем городе. А когда мы едины, то мы победим. Поэтому я желаю нашей сборной и нашим болельщикам, фанам, болельщикам, запорожцы. Только успех и только победа. Евро-2016 во Франции продлится до 10 июля. Все матчи чемпионата запорожцы могут посмотреть на фан-зоне. 16 июня в 19.00 свой второй матч сыграет сборная Украины с командой Северной Ирландии. Напомним, первый матч на турнире украинцы сыграли со счетом 0-2, уступив действующему чемпиону мира по футболу сборной Германии.